Наши политики, уже не помню кто конкретно, приводили пример Эстонию, как наиболее толерантную к русскому языку и культуре. И вот президент Эстонии называет русский язык угрозой для страны. Как вы это понимаете? Я думаю, что язык не может быть угрозой. Язык не может быть угрозой. И когда мне пишут в комментариях из России, вот вы российское руководство ненавидите, а сами говорите по-русски, я отвечаю, что российское руководство русский язык не приватизировало, русский язык не является собственностью российского руководства. Это один из великих языков, это великая культура. И для меня русский язык это Чехов, Толстой, Достоевский, а не Путин, Медведев и Миллер. Это разница большая здесь. Точно так же, как для меня Кремль и руководство России это не русские люди, которые живут на территории России и являются добрыми, порядочными, нормальными людьми. И русские люди для меня не враги. Я ненавижу руководство России, которое доставило столько страданий в моей стране. Это разные вещи. Ну, Эстония, это их личное дело эстонское, и я не вправе комментировать высказывания эстонского президента. Но я вам скажу, что Эстония самая продвинутая постсоветская страна, которая добилась немыслимых успехов в экономике, немыслимых, и даже Михаил Саакашвили, которого я считаю одним из выдающихся государственных деятелей, который для своей страны сделал крайне много, он мне сказал, что Эстония сделала еще больше, чем мы. Эстония